может создаться такое впечатление как будто александр и евгений договорились совместно старика ушатать своими клинами однако спешу вас успокоить мощи и равно как ты и момента крученого еще в избытке окуляры новые заказаны так что точим из рим в корень по конкретному же заказу который прислал в работу евгений все три единички евгений будет предлагать в продажу поэтому я оставлю его координаты в описании к данному репортажу по любым вопросам обращайтесь непосредственно к владельцу данных клинковых бритв и так три старых французских клина были предварительно вычищены освобождены максимально настолько насколько это возможно в принципе без применения гриндеров и так далее короче без тяжелых вмешательств значит почищены вышлифованы выполированы вместе с ними оправы вот эти две бритвы они чистились без разбора вот это разбирались разбиралась чистилась собиралась обратно все обеззараживались как это всех абсолютно бритв касается все бритвы до заточки проходят процесс обеззараживания и в результате все были заточены безусловно самая старая самая колоритная дюма 32 номер вот в таких огромных пенах для обычай глаз еще вот такая примитивная форма права ровная абсолютно изгиба не имеющая бритва имеет вот такой геометрический рисунок отталкиваясь от этого для того чтобы вот это вот скажем так микро висящую пятку и не трогать потому что ее только тронь там получается ситуация такая мясо здесь прилично сносить его нельзя по одной простой причине что значит в противном случае будет стачиваться короче будет стачиваться вот эта часть она должна здесь остаться выборка самого полотна сделаем таким образом что вот сначала вот этот вот отрезочек он не протачиваемый по выше означенной причине соответственно здесь рабочая фаска начинается приблизительно вот с этого места там миллиметра с 8 от вот этого пика во всем же остальном вот такая тончайшая фаска получалось еще вот такие вот интересные такие ножевые выборки относительно вот этой мануфактуры если я ничего не путаю она была образована сама мануфактура не производства бритв клинковых а именно мануфактура там в 1568 году очень старая если я конечно ничего не путаю вот это все это отсылки к ножам поскольку все таки первее до бритв были ножи вот опять же таки все три бритвы так чтобы не забыть просто затачивались в два слоя изоленты и слой ленты каптоновой потому что опять же таки все фаски предварительно они были завернуты как бы вовнутрь поэтому надо было это все приводить в порядок и сделать это таким образом чтобы они были удобоваримой ширины лишний раз хотел бы подчеркнуть почему так все мы с вот этими старыми клинками возимся логичнее было бы выбросить их и забыть об этом потому что вот эта бритва еще пол беды вот следующая которая будет у нее я покажу несмотря на то что она там почищена все а тем временем дюйму мы уже смотрели вот старая французская бесхвостая бритва ни черта тут уже не разобрать потому как бритва приехала ко мне уже почищенная вот прошу обратить внимание вот эти неровности это все были коррозионные очаги эти коррозионные очаги они были тщательно вычищены однако эти коррозионные очаги они распределяются по всей поверхности клинка включая режущую кромку соответственно когда мы начинаем фаску облагораживать соответственно это все у нас вылазит прободная коррозия то есть сквозные дырки получается другая вот ситуация в общем то ради чего это все так чтобы закончить с этой непосредственно бритвы она смотрит криво в оправу но разбирать дабы выравнивать это все не представляется возможным по одной простой причине здесь какой-то из сторон смотрел я трещину она такая взородышевом таком еще состоянии однако она и здесь то была сбита вот тоже трещинка имеет место быть она то в принципе ничего страшного и ну хрок материал старый как бы и он сам по себе древний поэтому ее разобрать она в любом случае расколется здесь поэтому самый простой вариант еще раз повторяю это всех бритв касается особенно старых закрывать аккуратненько и по этой же причине не стала его подбивать сильнее поскольку в любом случае он треснет вот с этой стороны она вот свет не видно но там это микротрещинка она есть ничего тут в общем то с одной стороны не попишешь с другой стороны и страшного то ничего нет единственное что по этой бритве она слегка вот опять же таки от того как не подбить оболтается она там чуть-чуть свободнее чем того хотелось в определенной степени выручает ситуацию когда пины а точнее сказать шайбы на пинах они вот такие большие они больше объем перекрывают и есть возможность лучше зафиксировать но не всегда есть такая возможность и так номер два у нас бритва без хвоста и замыкающая в данной безусловно колоритной троицы это славно известный бросар отличный французский классический производитель классные стали делает вот такая будем так говорить изящная штука вот кстати сказать вот я поставил пин увеличенного диаметра здесь шайба 4 миллиметра ось 2 поэтому сидеть она будет достаточно плутно и была возможность отцентровать чтобы нормально клинок в оправу помещался настолько насколько это возможно пациент тоже опять же таки вот она как бы жизнью побитая но стали я вам доложу отменнейшие и в бритей себя показывает отлично старые французы они в африке старые французы тем более в африке вот в общем то и все данный заказ также готов координаты евгения как я сказал уже в описании там или где-то закрепленном комментарии оставлю поэтому звоните пишите узнавать мне же на этом все крошечная передышка до завтра завтра продолжаем водовиль вам же дорогие друзья желаю здравствуйте радоваться до скорых встреч в эфире пока